Самоуправление Бауски подумывало о том, чтобы превратить местный дом культуры в алкогольный магазин. По крайней мере, частично. Впрочем, Дому культуры такой арендатор оказался не по душе. Да и представители бизнеса были не в восторге въезжать в такое здание. Но дома открыты к предложениям. Этот дом культуры, мягко говоря, слишком слабо обжит. Там проходят примерно 12 мероприятий в год. Это по одному мероприятию в месяц. Также группы, которые там занимаются, довольно небольшие. Один детский вокальный ансамбль танцует около 10 женщин и один хор с двух районов. Мероприятие проходит в основном в малом зале. И, возможно, большой зал можно было бы сдать в аренду для предпринимателей. И с помощью его инвестиций привести весь дом в порядок. В особенности крышу и малый зал. В самом Доме культуры такое сотрудничество не поддерживают. И не согласны с мнением главы Адажской думы. Прозвучало мнение, что дом культуры практически не используется. В связи с этим у депутатов появляется очень много вопросов. Мнения разделились. Кто-то говорил, что необходимо оценить ситуацию. Я, конечно, понимаю, насколько дом культуры большой, сколько он израсходует. А также, насколько необходимо его развивать. Поэтому меня и позвали на заседание, чтобы я рассказала депутатам, что у нас всё происходит, что дом культуры не стоит без дела. Сам инвестор рассказывает, что обратился в самоуправление с просьбой подыскать подходящее здание для магазина. И предложили ему именно большой зал дома культуры. Отметим, что инвесторы готовы строить здание с нуля и планируют вложить в проект около миллиона евро. Менеджер проекта «Супералка» не считает дом культуры подходящим местом. В Латвии предприятию принадлежит уже два магазина, которые находятся в Валке и Айнаже. И теперь эстонская фирма намерена расширять свой бизнес, двигаясь в сторону Литвы. В Доме культуры надеются, что для этого выберут более подходящее место. Я надеюсь, что здравый смысл победит. Мы хотим видеть любого другого инвестора, который думал бы в отрасли культуры. Но это точно не будет алкоголь. В Думе в это время говорят о желании быть открытыми для всех предпринимателей. Мы хотим быть открытыми, самоуправление хочет быть открытым для предпринимателей. Мы хотим разговаривать и показывать, какие у нас есть возможности. Также в Думе утверждают, что в магазине будет продаваться еда и сувениры. Однако упоминание о том, что этот магазин всё-таки называется «Супералка» и основной товар в нём будет именно алкоголь, не понравилось Инете Рухотской. Впрочем, в итоге задумка строить алкогольный магазин провалилась, так как сам предприниматель был против.